приветствую друзья на связи андрей жариков и сегодня мы возьмем с вами интервью и поговорим с александром овчаренко который является сооснователем крипто банкинга цитан в котором мы также участвуем в этом проекте и я брал у александра интервью где-то месяц назад привет александр приветствую андрей также у нас на связи денис калачев который любезно переводит на жестовый язык наше интервью сегодня и передаем привет нашей глухой аудитории которые тоже некоторые являются уже партнером крипто банкинга цитан и так саш расскажи пожалуйста какие последние новости произошли компании цитан за последние недели что интересного но да пресс еще раз андрей денис пресс добро пожаловать кто новый человек пришел на канал андрея это на самом деле интересный блогер со своей подачи если кто впервые смотрит это видео присмотритесь к его видео на самом деле хорошие независимые обзоры дает компаниям и приятно работать с андреем вот да андрей но если что касается банкинга цинтан что у нас произошло у нас закончился промоушен я из тех событий которые были недавно и которые запустились новости не про текущую работу ну что-то зацеплю что-то обсудим но именно из таких событий которые вот грубо говоря с языка сняли вот банкинг цитан у нас запустил новый промоушен и у нас до этого закончился другой промоушен закончился у нас сочи буквально сегодня кстати я еще в сочи мы провели сегодня последний день с командой распрощались это было незабываемых 6 дня в сочи мы провели 4 дня на побережье в хорошем отеле и дальше поехали в горы тоже также провели несколько дней в в отеле который в горах это с шикарным бассейном инфинити под открытым небом посетили горы посетили водопады с команды обучение прошло ну из если так не в детали но немного в деталях слушай но у меня сразу вопрос возникает а там какие-то как искать нет запрета на массовые мероприятия то есть я так понимаю во сколько там человека было у нас было получается 11 человек мы присутствовали это не 50 не 100 но мы развиваемся растем 11 тоже результат неплохой я так скажу вот с учетом того что у нас был сделать каждому нужно было 50 тысяч долларов объем каждому чтобы попасть на промо вот что касается запретов в сочи в отелях как-то придерживаться сотрудники что касается людей то есть высоче такой торговый центр как море мол то на входе по говорят тебе чтобы зайти нужно маску как входишь ни одного человека не видишь с маской который ходит в торговом центре то есть все так относится как-то ну расслаблено что касается людей на пляже это массовые никто не держит дистанции никто не держит дистанции не в горах в очереди на подъемник или куда-то стоят по 200-300 человек которые плотно друг друга поджимают никаких полтора метра поэтому ну вот как то так если взять про пандемию и как не относятся в сочи что касается опять же промоушена да это сочи у нас закончился 20 июня и вот мы с командой поехали боком у нас по правилам как заканчивается через месяц мы проводим промок куда-то летим одну из стран которую выбираем то есть у нас было точно также и феврале мы закончили и в марте полетели на шри-ланку точно также и вот сейчас была греция но из-за пандемии мы исправили на сочи так как в основном аудитория была русская ну и были и европа там несколько человек из казахстана ну получили компенсацию за счет того что так получилось из-за пандемии да вот так вот 20 июня на закончилась промо и мы начали другой промо с 20 июня по 20 октября это дубай у нас будет время шикарное как раз дубай это не холодно не жарко море теплое воздух 25-30 то есть комфортный промежуток времени сезона для отдыха и мы решили с командой слетать туда определить для себя все-таки что у нас будут промоушены каждый каждые четыре месяца то есть это три раза в год и для лучших так как но результаты действительно они небольшие но за счет работы команды ты можешь полететь за счет компании вот что касается условий до условия промоушена что да что касается условий это необходимо сделать командой по результатам гео команды групповой объем команды это 50 тысяч долларов сделать то есть чтобы на три ветки у тебя распределялась эта сумма не менее на трех веток чтобы команда работала то есть не так что ты там паровоз поставил человек 10 20 30 под одним купил там и все полетели выиграли промо нет именно на три ветки у нас говорят правило компании что он минимум три рабочие команды должно быть чтобы ты работал развивался как лидер и компания развивалась вместе с тобой вот ну и соответственно зарабатывать точно так же а что касается лидером от 500 тысяч это лидеры шестого уровня им нужно еще чтобы помимо 50 тысяч по командам сделать чтобы у них два человека из разных структур выиграли промо так как там уже идет не работа не продажника то есть не продажи да там больше руководящих поэтому еще сделали такое небольшое добавление для этих лидеров работа со структурами да 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 вот это что касается промо дубая то есть с 20 июня по 20 октября то есть можно присоединиться объем небольшой 50 тысяч команды у кого рабочие команды ну это вообще прям вот очень классно еще раз напомню сама поездка получается в октябре состоится да нет в ноябре до 20 20 октября у нас заканчивается промоушен подводим итог организовываем мероприятие то есть покупка на билетов на всех кто выиграл плюс а кстати если ты хочешь взять еще плюс два человека то за каждого человека плюс 50 тысяч вот ну то есть не более двух можно с собой взять у нас вот человек брал с собой выиграл два человека плюс с собой лидер и взял вот ну девушку и плюс вот поэтому смотри сразу вопрос возникает как там дубай ситуация с коронавирусом то есть потому что сейчас в некоторых странах вторая волна и не не получится ли что там наложат какие-то еще ограничения на это андрей ну надеемся что спадет этот спад как раз к октябрю к ноябрю потому что ну если мы наблюдаем по в целом по миру люди устают от этого и правительство идет здесь уже на такие на меры которые не слишком жесткие вот и надеемся что в в ноябре он будет этот перелет будет открыть и перед будет открыт а внутри страны я я слышал что там туризма он в принципе есть просто с определенными ограничениями но в целом какие вот у нас здесь в сочи то есть говорят там не более шести человек в бассейне там в спа-зоне у нас там это под запись было то есть ну чтобы не создавать массовые ну я думаю в дубае то же самое вот вот да так еще по новостям еще могу сказать что у нас было так если здесь пометки сделал андрей так добавили еще другой язык на сайте да да у нас мы перевели личный кабинет презентацию и white paper на немецкий теперь у нас личном кабинете три языка это русский английский и немецкий то есть потому что у нас есть уже аудитория есть немецкая слышащие и слабослышащие работают развиваются поэтому ну компания развивается растет если есть аудитория потребитель почему бы не сделать удобный способ работы и взаимодействие с личным кабинетом да вот так же рассматриваем еще испанские и китайские но это все постепенно и будем развиваться сразу вопрос в догонку поскольку у меня я рассказывал есть еще английский канал то есть и если бы было готово уже видео презентация цитана на английском то есть я уже ну загрузил бы эту презентацию на свой канал то есть если в планах создать такую качественную презентацию на разных языках я думаю андрей у нас есть по сути та короткая презентация которую ты видел да там на 11 минут она и у нас и о банкинге и о маркетинге на котором можно зарабатывать у нас есть для тех кто не знает для твоей аудитории что у нас есть реферальная программа по которой мы развиваемся у нас заложен бюджет то есть если сравнить с традиционным бизнесом есть люди компания точнее тратят миллионные бюджеты на развитие на рекламу на таргетирование а гугл реклама или яндекс директ это не дешевое удовольствие поэтому мы эти средства просто направляем на развитие своей структуры реферальная программа причем не секрет что самый лучший способ продвижения товара или продукта или услуги это из уст в уста а как раз реферальная программа это и позволяет еще не только рекламировать но еще и зарабатывать потому что если ты порекомендуешь кому-нибудь классное молоко в магазине то что тебе понравилось тебе никто не заплатит а если это магазин у магазина есть реферальная программа человек который пришел в первый раз по твоей ссылке он еще и заплатит получит тебе кэшбэк либо какие-то вознаграждения вот да что касается реферальной программы у нас я думаю отвечая на твой вопрос по поводу английского видео есть я думаю мы в ближайшее время я задачу поставлю перед помощниками чтобы они этот текст вытащили его структурировали и просто дали профессиональному спикеру чтобы он это все перевел и наложили сверху на видео и я думаю это не проблема да отлично ну точно так же и немецкий по сути если есть у нас немецкий вот да да что касается еще новостей то что у нас еще а мы мы запустили две недели три недели назад разработку телеграм-бота это не просто телеграм-бот это полностью личный кабинет цитана будет в телеграме полностью интегрированы все функции ввода вывода регистрации перевода между пользователями либо вывод либо ну в общем полный функционал личного кабинета банкинга в телеграм-боте потому что телеграм на сегодняшний день он становится таким если до того как его легализовали в россии он был еще такой ну такой подпольной программы которые пользовались то есть сейчас я наблюдаю тренд многих федеральных каналов как они говорят что у нас там телеграм-бот много компаний которые принадлежат каким-то госструктурам ну так сталкиваются то есть они сейчас полностью всех переводят в телеграм-бот потому что это удобно это дешево рассылку делать и какую-то вести обратную связь с пользователями и почему бы не воспользоваться этим сервисом и у нас вот поэтому телеграм может заменить многие процессы вообще в целом ну и поскольку многие люди сейчас именно через телефон многие операции делают да то есть это удобно это удобно да 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 я думаю проблему с мультиязычностью точнее с мульти витринной вот этой визуальной частью я думаю они решат то есть если сейчас это какие-то команды текстовые то как мы привыкли с приложения кнопки я думаю это вопрос времени развития телеграма а кстати ты знаешь что андрей что у телеграма уже подключена платежная система внутренняя и я думаю они идут по по пути вичата в котором пользователи полностью переводят между собой переводят другие банки то есть используют как платежный сайт потому что сейчас если ты вот возьмешь телеграм отправишь номер карты кому-нибудь ну свою там и нажмешь на этот номер то у тебя определится что за банки что за какая платежная система этой карты твоей то есть сам телеграм определяет вот то есть это говорит о том что если у них это есть но они не внедрили то они по крайней мере это думают если в ватсапе этого нет то ты что бы ты ни делал нажимал куда хочешь этого нету а в телеграм это присутствует вот так ну раз мы пошел разговор о деньгах я тогда сейчас включу демонстрацию экрана и как раз покажу результаты на моих инвестиционных пакетах и мы как раз можем их обсудить да ну вот смотрите ребят мои наблюдения такие а значит в цитане то есть возможно просто некоторые не видели презентацию когда вы покупаете инвестиционный пакет с вашего пакета вычитается 15 процентов которые уходят в партнерскую программу и соответственно ну кто-то может подумать через какое время это восстановится да то есть вот эти 15 процентов которые уходят в партнерку за какое время я их смогу компенсировать вот конкретно в моем случае если взять то есть у меня пакеты были активированы 8 июня я специально посмотрел и вот обратите внимание каждый день идут начисления вот они 266 267 269 опять сложным процентом сложный процент работает капитализация напомню что пока доходность составляет 0 7 процентов в день и короче как раз вот если посчитать у меня к 400 то есть к стоимости портфеля у меня подошло 2 июля то есть если подытожить это получается пакеты были активированы 6 июня а к 7 июля уже у меня на балансе получается вот 401 монета ну то есть фактически вот эти 15 процентов они были компенсированы где-то за три недели да да так и есть но если сложным процентом 0 7 то это где-то приходит это чуть больше 25 процентов в месяц окей а теперь соответственно вот у кого-то может возникнуть вопрос начисление есть а кстати смотри а а это просто по-другому стали называть да да смотри да или growth остался air drop да да у нас получается что мы как раз вот видишь 10 по 13 у тебя пропуск вот у нас должно тебе компенсировать эти за два дня то что не было у нас было объединение базы с нашим с нашей управляющей компанией и объединяли полностью пользователей то то количество которое у нас есть в целом в нашей экосистеме в нашем акселераторе вот и с банкингом и вот компенсация за два дня там у пользователями на цитан должны начислить вот поэтому ну в ближайшее время это все будет окей да естественно многих всегда интересует вопрос каким образом вводятся выводятся средства значит на данный момент я вижу есть платежная система pr да причем я так понимаю можно выводить на pair прямо в валюте цитан да да так и также можно выводить формате криптовалют то есть вот тоже в криптовалюте цитан слушай а чем отличается просто ctn и цитан пул но цитан это просто у тебя на твоем счету токены лежат их ну пул это комиссия 15 процентов там где идет а понятно так и можно выводить на биткоин и но тоже биткоин понятно так хорошо значит а и еще у меня вот возник вопрос когда мы с тобой презентацию тогда делали мы говорили что в планах есть создание именно банковской карты которая позволит работать и с фиатными деньгами и с криптовалютой как там вот с этим дела обстоят ну мы движемся в этом ключе обязательно потому что по сути у нас основной это банковский продукт то есть мы как сейчас для себя разделили что у нас есть банк банковская банковский продукты банк сам это банкинг как раз цитан а есть монета ctn которая на которой сейчас можно зарабатывать инвесторам и агентам которые развиваются вот если если их разделить эти понятия то банкинг он развивается сейчас полноценно мы подключаем сейчас к себе международного партнера который имеет эти карты который может взаимодействовать с визой мастеркард и у нас на данный момент идет интеграция по поре по приложению мы думали это все через приложение либо через его версию сейчас смотрим что то есть интеграция идет но есть затруднения по некоторым по api ключам так как это процесс нелегкий и внутренние вот эти взаимодействия между одной банковской системой и нашим личным кабинетом тоже он по сути это платежная система если где-то функции нет ее нужно разработать соответственно здесь чуть-чуть у нас задержка в этом ключе а так уже в принципе мы могли бы уже по себя эту интеграцию провести и по сути счета синтегрированы карты добавлены пользователям собственно говоря наши пользователи вот наши топ лидеры уже имеют эти карты даже на официальном канале ctan есть видео как ну мы им дали выдали для теста для посмотреть как это все работает насколько это жизнеспособно вот раздали карты и ну выводят снимают средства обменивая криптовалюту на доллар и либо раз покупки осуществляют то есть по сути пользоваться банковской картой они уже может могут поэтому ну единственное сейчас только затык вот в интеграциях слушай но я правильно понимаю что сейчас вообще идет такая тенденция я имею ввиду вот в банкинге в мировом постепенный отказ от пластика да потому что ведь действительно зачем нужен кусок пластика если сейчас прекрасно люди оплачивают через приложение многие покупки да да вот я на самом деле вот сейчас очень часто начал видеть рекламу тинькофф того же который говорит не надо карту заказывать расплачиваете расплачивайтесь без карты и по сути у тебя получается вроде как карта есть виртуальная но пластик не обязательно здесь потому что ты используешь apple pay либо android pay либо еще какие-то способы вот ну что я хочу сказать мир не стоит на месте движется мы это видим и для себя делаем тоже пометки что что внедрять что не доверять потому что если посмотришь раньше у тебя было карточек дисконтных от разных магазинов на 100 по 200 штук там лежат и как правило это 10-15 штук вносишь всегда собой которые ты часто используешь сейчас достаточно одного приложения которое в магазине открыть ввести номер карты либо qr-код и показать это все и все это зафиксировали я думаю тенденция идет к этому чтобы и в банковском ключе это использовать либо виртуальные карты либо какие-то другие идентификации личности ну номер телефона один из уникальных тех способов которые можно использовать или где-то я уже видел технологии оплата лицом то есть тебя сканируют лицом узнают что ты это ты и своего счета списываются деньги все и тебе не пластика не приложение не нужно я изучал этих этот проект этих ребят которые внедряли они внедряли по сути это готовое приложение которое они устанавливают в какой-то торговой точке и если у тебя есть допустим ты ну ты соответственно должен авторизован быть в этом приложении и чтобы в той точке в которой ты расплачиваешься у тебя тоже было уставу точнее у них было установлено это приложение и чтоб ты пришел если ты не берешь с собой телефон либо карту ты пришел тебя просто сканирует на это приложение тебя идентифицируют и ты просто по сути купил что-то своим лицом не имея ничего при себе кроме лица вот хороший способ я думаю банки это возьму уже рассматривают для идентификации потому что у нас уникальное лицо и я не могу разблокировать телефон жены потому что у меня не ее лицо вот поэтому либо я знаю код либо пожалуйста дорогая ты знаешь это вот сейчас мы когда делаем запросы в яндексе или гугле да контекстная реклама же работает что появляются рядом объявления похожие ну относящиеся к тому что мы искали и в одном фантастическом фильме мне понравилось как они это обыграли идет герой по магазину ну большой торговый центр а его система искусственный интеллект узнает в лицо ему прямо голос говорит здравствуйте мистер джонсон и он идет и на витринах меняется одежда там была женская стала мужская там в его стиле там здравствуйте мистер джонсон у нас новая коллекция одежды специально для вас то есть действительно технология может и до этого дойти чтоб ты зашел магазин система тебя знает в лицо и уже преподносит ну то что тебе то что тебе нравится скажем так адаптируется к твоим желаниям и потребностям ты знаешь андрей я думаю мы к этому придем где-то года четыре пять если сейчас это только в единичном формате разработчик имеет алгоритм который соответственно имеет индификацию лица по определенным точкам то я думаю не секрет как обычно google либо фейсбук выкупают какие-то стартапы внедряют у себя и транслирует это на свои устройства устройство это ты сам знаешь сколько андроидов сколько apple у нас это все в повседневной жизни поэтому я думаю это ближайшие пять лет я думаю появится потому что на самом деле те ребята которые вот запустили вот они запустили финансирование они буквально там за первые там сутки собрали то необходимое денег для дальнейшего развития своего приложения вот я со своими разработчиками тоже общался этот повод потому что мне на самом деле прям понравилась эта технология как это сделать это что ну по сути говорит слушай но есть готовые скрипты которые можно у себя установить либо брать в аренду просто ты за них платишь у тебя там это устанавливается программа и твои пользователи также могут это все делать то есть но это не такая прям серьезная разработка но единственный один минус что это не наш алгоритм и придется платить абонентскую плату потому что ну в свободном доступе этого нету алгоритма чтобы его просто сети скачать закодировать под себя и внедрить вот поэтому ну мы движемся браво разработчикам что не стоим на месте и мир развивается короче как в романе джорджи у ролла большой брат видят тебя и знает в лицо да 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 совершенно верно поэтому отрастить бороду и убрать лысину это возможно тебя узнает по глазам да и единственное знаешь так что еще по новостям у меня только возникает вопрос что интернет человеку если он например попал в аварию и так далее это там как-то сильно на лицо повлияло да что после аварии да то есть ну наверное пойдет в банк и будет как-то идентифицироваться заново да но у нас есть паспорта никто их не отменял идентификационные карты и так далее поэтому в любом случае ты же видел все все фильмы о искусственном интеллекте которые завоевывают мир везде доставали рации старые и общались поэтому паспорт всегда под рукой старая школа слушай главное чтобы сбербанк не заставил книжки доставать поэтому это дело такое так что еще у нас по новостям а сейчас занимаемся листингом токена нашего сетена на вторую биржу алло алло слышно да 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 я прошу прощения что-то меня интернет подтормаживает да еще раз скажу андрей сейчас занимаемся листингом токена нашего сетена на биржу то есть это вторая биржа мы хотели это в принципе раньше это сделать но получали опыт с той биржи там где он уже залистен это как за 24 обязательно для нас условия это чтобы биржа присутствовала на coin market капе чтобы наш токен добавили а условия coin market капа чтобы токен сетен был залезти на двух биржах которые уже присутствует на coin market капе дальше уже можно будет и токен добавлять на coin market кап чтобы он там уже проходил появлялась статистика ликвидность процент и так далее вот поэтому но мы когда месяц назад добавили это 16 как раз июня ну на сегодняшний день это приблизительно плюс 15 процентов это пользователи привыкают бирже потому что сам знаешь когда у тебя в свободном доступе есть платежной системы и вывод на кошельки сразу из нашего кабинета то что он в принципе мы с первого дня давали нашим пользователям приучить их говорить идите на биржу и покупайте и продавать это ну либо нужно их как-то подводить к этому либо нужно рубить вот здесь и говорить только вот это есть мы ну не стали рубить не рубили там выводы на платежной системы а так сейчас работаем с нашей аудиторией видео записываем обучающие показываем как работать с биржей как это все легко и так ну в принципе за месяц сколько у нас порядка 15 процентов токен сделано я считаю помимо того что ты вот аэродроп у тебя еще 15 процентов сверху на курсе это в принципе неплохо то есть в совокупности там 40 процентов за месяц от суммы ну я считаю это шикарно да отлично и скажи пожалуйста насчет удержания курса то есть вот во время первого интервью мы говорили что вы поставили цель именно сразу залиститься да чтобы не ждать момента икса сразу чтобы монета была на бирже но в общем то по по графику я вижу что вам достаточно неплохо удается курс удерживать он даже немножко растет да 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 он не падал он у нас в принципе в коридоре сейчас где-то 80 90 находится то есть среднем где-то 85 вот в коридоре то есть начал он с цены 1 доллара 1 доллара вот то есть это порядка 70 вот ну как я говорю 15 процентов средняя цена то есть поднялся за вот за этот месяц ну неплохо это причем проценты не какие-то там надуманные либо как вот сейчас сам знаешь многие проекты которые независимо вывел кто-то или завел там у тебя растет курс не знаю какие технологии там используются инопланетянские вот но если взять классику биржи вот вывод спрос предложения и тут у нас 15 процентов за месяц так сейчас секунду я вот зашел в кабинет загрузится график так я включу сейчас демонстрацию экрана так а вот ты говоришь 80 90 это что ты имеешь в виду курс 80 в руку я как по отношению к рублю а в рублю я это привык в долларах все то есть ну а ну я вижу чтобы больше доллара а пик пик был когда 5 июля ну 19 да то есть сейчас он в коридоре идет где-то если к доллару это видишь доллар 10 если взять общую цену цену то есть это где-то доллар 12 13 вот где-то так 15 процентов в любом случае это больше доллара то есть это да 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 а я сначала не понял что 80 90 чего ты имел ввиду копеек получается да ну да 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 ну рублей я имею ввиду к рублю а к рублю российский рубль а вот так вот так саша еще важный вопрос согласно планам компании то есть сейчас пассивный доход который начисляется составляет 0 7 процентов в сутки и при достижении 600 тысяч он будет снижен до 0 6 вот на каком этапе компания сейчас находится андрей но на сегодняшний день у нас продано 338 тысяч вот перед эфиром посмотрел 338 тысяч монет это напомню что у нас один один токен продавался большая часть его по курсу 1 доллару сейчас нужно соответственно больше вот 338 тысяч кстати ты можешь легко отслеживать если зайдешь на сайт citan.io и там в ленте у нас актуальные цифры мы их обновляем раз в несколько дней соответственно вписываем актуальные цифры то есть сколько продано сколько осталось чуть чуть больше половины пути да ну в принципе да 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 global star club возможности безграничны